30 июля на побережье Финского залива в городе Сосновый Бор состоялся третий фестиваль водных видов спорта и стритфуда «Сёрф-пикник». Его организовала Ленинградская атомная станция для жителей и гостей города накануне 95-летия Ленинградской области. В течение дня на площадке побывали более 10 тысяч гостей. Спортсмены катались по глади копорской губы, а гости ели, пили, танцевали и веселились. В этот день гости смастерили и запустили в небо около 500 воздушных змеев. Больше 300 человек научились создавать своими руками миниатюрные доски для серфинга и брелки из переработанного пластика. На фестивале было множество различных детских площадок, батут, сухой бассейн, аквагрим и аниматоры. А также на «Сёрф-пикник» съехались несколько гастрономических проектов из разных городов России. Все они удивляли гостей и держали спортсменов в тонусе. Мы побывали на фестивале и вот что нам удалось увидеть. Ветер с сёрфером не помеха. Несмотря на бушующие воды Финского залива, спортсмены уверенно стоят на своих досках и буквально взлетают над водой. А те участники, кому не по душе водные виды спорта, наслаждаются шоум-программой у сцены, принимают участие в самых интересных активностях фестиваля и пробуют самую разнообразную фестивальную еду. А тем временем на фестивале работают студенты СПБГУ. Пишут тексты, снимают материалы, ведут прямые эфиры. Прямо за моей спиной студентка Карина Аджумерова готовит сюжет о событии. Такую интересную практику для учащихся организовала Клиника коммуникационных проектов СПБГУ совместно с Управлением информацией и общественных связей Ленинградской АЭС. Впервые Сёрф Пикник освещал мобильный пресс-центр из 14 студентов первых и вторых курсов. В течение двух недель перед мероприятием они публиковали продвигающие посты в соцсетях, а во время фестиваля рассказывали о происходящем в сторис и прямых включениях на радио и телевидении. Сегодня я фотографирую и вместе с моей коллегой Ксенией Пироговой занимаюсь фотоотчетом, присылаю качественные, хорошие, ну или некачественные, нехорошие фотографии, беседу другим своим коллегам, которые занимаются СММ. Я лично пишу репортаж, еще конкретнее партнерский материал для первой линии, собираю комментарии у участников, у организаторов. И Сёрф Пикник замечательное мероприятие, я на нем на самом деле первый раз. И даже несмотря на погоду, очень-очень здорово здесь. Я состою в команде СММ-специалистов. В мои задачи входит составление текстов, выпуск постов. Конечно же, я также делаю сторис и снимаю клипы для ВКонтакте, поэтому добро пожаловать в группу ЛАЭС, вся информация будет в ней. На Сёрф Пикнике студенты СПБГУ также взяли интервью у директора ленинградской АЭС Владимира Перегуды и у солиста группы Марсель Степана Литкова. Организаторы события оставили положительный отзыв о работе мобильного пресс-центра. В соцсетях они передали благодарность клинике коммуникационных проектов СПБГУ за замечательных студентов. Никита Транклер, Ксения Казакова, Нина Токарева, Медиа-центр СПБГУ. СПБГУ.